Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. Я в гостях. У меня сегодня представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области по Щелковскому муниципальному району, городу Фрязино и территориальному образованию «Звездный городок» Вера Евтушенко. Здравствуйте, Вера Павловна. Ну, здравствуйте вам, здравствуйте телезрителям. В «Звездном городке» есть маленькая ошибочка, в «Звездном городке» есть свой представитель Уполномоченного, поэтому я представитель только в Щелковском муниципальном районе и городском округе Фрязино. Я извиняюсь. Ну, хорошо, значит, я немножко ошибся, но, тем не менее, будем говорить тогда о нашем районе, ну и, может быть, параллельно, конечно, затронем проблемы и города Фрязино. Фрязино все-таки не такой уж маленький населенный пункт. Ну, первый вопрос такой, чем занимается представитель Уполномоченного по правам человека? Какие задачи стоят перед вами? Ну, начнем с того, что все-таки представитель Уполномоченного несет в массы те задачи, которые ставит перед ней ее Уполномоченные. Это, в первую очередь, конечно же, восстановление нарушенных прав и свобод человека на территории нашей Московской области. Это совершенствование законодательства Московской области о защите прав и свобод человека и приведение его в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права. Ну, развитие межрегиональных отношений и международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека, ну и содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Вот это основное. Вы такой большой объем работы, вы справляетесь хорошо? Вам помогает много людей? Ну, я хочу сказать, естественно, есть у меня актив в Щелковском муниципальном районе, ну и взаимоотношения и с администрацией Щелковского муниципального района, и городского округа Фрязино, с общественными организациями, с главой Щелковского муниципального района и города Щелково, соответственно, и с гражданами города, которые подсказывают, помогают, несмотря на то, что и обращаются с вопросами по правовому, скажем, полю, но и являются и помощниками в этом вопросе. Ну, вот раз уж речь зашла об объеме работ, да, тогда хочется сразу спросить, как часто к вам обращаются люди за помощью? Ну, официально у меня существуют не приема в приемные представители уполномоченного, это вторник и четверг, да, а в целом, ну, так как я житель города Щелково, обращаются люди и по мобильному телефону, и по служебному телефону, и даже не в приемные дни. Чтобы привести статистику, как бы вот за прошлый год, сколько граждан обратились официально, скажем... Ну, в сравнении, наверное, с позапрошлым годом тогда, да? Ну, можно и так. Значит, позапрошлым году по статистике на приеме обратившихся было 422 человека, это 2014 год, по обращениям было восстановлено 83 права нарушенных, обратившихся граждан, их нарушений, вернее. В 2015 году было 458 официальных обращений на личном приеме у меня, и было восстановлено нарушенных 102 права. Вот такая статистика. Ну, а вот процент, да, вот обратившихся и восстановленных прав, вот в позапрошлом году было, да, почти 1 к 5, в прошлом где-то 1 к 4, это много или мало, так скажем? Ведь, значит, больше 3-х четвертей, получается, людей остались ни с чем? Нет, люди идут ведь не только с нарушенным правом, обращаются именно по этому поводу, очень много людей приходит просто за получением консультации, не только жалобом о том, что именно их право нарушено. Поэтому, вот, как бы, из всех, у кого было нарушено право, практически, ну, полное восстановление их прав идет. Пусть немножко с задержкой, потому что есть моменты, где приходится работать над вопросом по нарушенному праву и даже месяцами. Но в любом случае, если право было нарушено, оно без решения не остается. Ну, а если говорить, собственно, о нарушенных правах, тогда в чем они заключаются? Вот с каким вопросом чаще всего обращаются к вам? Ну, к сожалению, чаще всего у нас обращение по нарушению прав идет это оказание услуг в системе жилищно-коммунального хозяйства. Как в 2014 году, так и в 2015, количество этих обращений практически максимально большое. Затем вопросы, можно сказать, что на втором месте тоже, к сожалению, это вопрос службы судебных приставов, которые решения суда своевременно, в общем-то, не воплощают в жизнь. Для того, чтобы граждане получили право на то, что решение суда вступает в силу, и действие этого решения суда должно быть перед гражданами осуществлено. Ну, а вот если, вы сказали, самое распространенное, это вопрос, связанный с работой ЖКХ, что именно? Это оказание услуг в системе ЖКХ. Это текущая крыша, это неоказание тех услуг по уборке внутри домовой территории, это текут трубы, как непосредственно в жилище, так и обеспечение коммуникациями, это вода в подвалах, это комары, которые тучами летят из подвалов, ну и сеть вопросов именно связанных в этой сфере. Ну и вот что в данной ситуации вы можете сделать? Вот к вам обратились, ну, как вы сами сказали, да, допустим, текущие крыши, например, да, неубранный мусор во дворе. Вроде не вы это должны решать-то, да, а именно коммунальные службы. К вам уже идут как, я не знаю, за последнюю инстанцию? Как в последнюю инстанцию, да. Да, да. Ну как? Приходится обращаться к руководителю администрации, который, соответственно, дает указания своим службам. Чаще всего, в принципе, я обращаюсь непосредственно к руководителям управляющих компаний, констатирую факт, приводя, так сказать, те документы, которые они использовали для того, чтобы убедить гражданина, что он прав или не прав, и пусть немного, который уходит во много, предотвратить ту или иную, так скажем, аварию или ситуацию. Ну и практически, наверное, то ли страх, то ли совесть, я так не могу сказать. Страх чьей стороны? Управляющих компаний перед тем, что все-таки им в любом случае придется отвечать. Ну и, наверное, где-то и в степени их ответственности начинает просыпаться, и вопросы решаются. Ну, Роспотребнадзор сюда привлекается достаточно часто для того, чтобы убедить управляющую компанию, что вы взимаете плату за оказание услуги, так будьте любезны и приведите все в то соответствие обязательства, которое вы на себя взяли. Ну, вот вы сказали, что у вас два дня в неделю, да, часы официального приема, вторник и четверг. Ну а как попасть к вам на прием? Надо записываться как-то заранее? Нет, люди приходят, и, в общем-то, идет прием абсолютно в свободном режиме, повторником с 14 до 17, а вот четверг, потому что все-таки у нас есть население, которое работает и до 18 часов, чтобы добраться с работы, есть время, а прием идет до 20 часов вечера. Поэтому возможность попасть на прием у граждан есть, скажем, по времени достаточно, ну, возможный. Ну а помимо разговора с вами, встречи с вами, да, какие-то еще услуги у вас есть, консультационные? Ну, дважды в месяц, это первый и третий четверг, коллегия адвокатов Московской линии защиты оказывает нам услуги бесплатные на предоставление адвокатов для юридических консультаций. Также с 14 до 17 и первый и третий четверг адвокаты коллегии приезжают на прием и проводят прием граждан нашего района и городского округа Фрязина. Часто бывает, что к нам приезжают и жители Звездного городка, так как все-таки он немножко имеет такие вот, ну, стесненные возможности в силу того, что это закрытый городок, поэтому приезжают спокойно здесь. Значит, я все-таки правду, частично вначале, да? Ну, частично, да. Звездный городок вы тоже обслуживаете. Ну, они все равно жители нашего Щелковского района, тем более жители, это гордость нашего района, жители этого городка. И они приезжают тоже на такие консультации. Ну, одно дело прийти на прием, рассказать о своей проблеме, проконсультироваться, даже, может быть, получить какой-то совет от юриста. Но для того, чтобы решить, наверное, окончательно вопрос, нужны какие-то и документы, да? Что нужно с собой приносить, вот чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, как говорится? Вы знаете, очень часто приходят граждане с вопросом, вернее, с проблемой, я обращался в управляющую компанию, но меры не приняты. Первый вопрос я задаю. Ваше обращение было какое? Я вот разговаривала там с тем-то, с тем-то, и все, и все. Поэтому вот, чтобы упредить граждан от этого, естественно, я спрашиваю документ, который у вас является основанием для того, чтобы дальше вам помочь в решении вашей проблемы. Является это нарушением права или нет? Поэтому обязательно я с них спрашиваю хотя бы первичные обращения туда, куда они обращались. Либо в управляющую компанию. Ну, мы, например, берем на сегодня, вот пример лично-коммунального хозяйства, да, сферы этой, или в администрацию, службу, ту, которая курирует этот вопрос. Естественно, когда это зафиксировано из заявлений, это уже документ, на который либо среагировала та или иная служба, либо она, естественно, нарушила право человека на его обращение. Вот это и будет основанием. Вера, ну, так скажем, на федеральном уровне, на региональном уровне есть некое разделение в Институте прав человека, есть уполномоченные по правам человека, да, он ботсмен, как мы называем, есть уполномоченные по правам ребенка. На нашем муниципальном уровне эти должности, будем, так можно сказать, наверное, совмещены, да, то есть вы параллельно еще и занимаетесь правами ребенка в нашем районе. Что вообще, нарушаются ли они у нас? К сожалению, такое тоже существует, что права ребенка нарушаются членами, скажем, семей. Ну, вот в Щелковском муниципальном районе был у меня такой случай, когда сотрудники дошкольного учреждения обратились ко мне с вопросом, потому что я бываю и в дошкольных учреждениях с целью и, так скажем, просвещения их правового, с целью оказания помощи в этом направлении. Ну, вот привели пример, что есть семья, где мама с сыном проживает своей семьей, не состоя, вернее, состоя в гражданском браке, и вот мы видим, у мальчика появляются синяки, мальчик становится каким-то замкнутым, вот мы начинаем его спрашивать, и чувствуем, что вот ребенок как-то замкнулся в себе, мама на разговор не выходит, а как нам быть в таком случае? Я им сразу, конечно, сказала, что, извините, но тут идет нарушение права ребенка явное, что ребенок в семье начинает чувствовать себя некомфортно, да, то есть ребенок получает физические, скажем, на физическое насилие, то есть ребенка бьют, ребенка морально давят, ну и в конечном итоге, в общем-то, мы выяснили все обстоятельства, обратились в прокуратуру, обратились в службу, которая этим вопросом занимается, слава богу, объявился, нашли мы папу, с которым мама не позволяла общаться, папа родной, с которым мама не позволяла ребенку общаться, тоже нарушая право ребенка на общении с родственниками, с родственниками и папой, так как папа не лишен прав родителя. Вот, папа забрал ребенка, он сейчас находится в семье папы, вот, а мама, значит, должна все-таки решить, что права ребенка должны быть теми, которыми должны быть. Ребенок должен полноценно здорово расти в семье. Вот такой вот был случай у нас, не совсем приятный, но я хочу сказать слава богу, что вот он был упрежден. И все было решено в итоге, да? Но если можно уточнить, они в разводе находились, да? Мама с папой находились в разводе, да. И, соответственно, у него уже новая семья была. А ребенок, наверное, по суду его маме определили? На сегодня еще судебный процесс не был. Ребенок находится в семье папы в связи с тем, что, ну, как бы, если он вернется в семью там, где он получает не то, что он должен получить, и жить не в тех условиях, в которых он живет. Если мама приведет все соответствие и, как бы, примет на себя эти обязательства, то я думаю, что суд примет решение правильно. Это его право. Ну, а вообще, что еще входит в понятие права ребенка? Вот вы сказали, да, естественно, что не было физического насилия, но это, как бы, само собой разумеется. А что еще, помимо этого? Вы имеете в виду право? Да, вообще права ребенка. Вот какие у него? Ну, права ребенка на лекарственное обеспечение, права ребенка на посещение дошкольного учреждения, права ребенка на получение дополнительного образования, так же, как и основного. Их можно перечислять до бесконечности. Они настолько многогранны. Поэтому я вот назвала, как бы, основные права ребенка. Так же право на нормальную окружающую среду экологическую и право на гулять там, где хорошая экологическая обстановка, где хорошая среда, где безопасная игровая площадка. Поэтому прав у детей у нас достаточно много. Вот хочется немножечко отметить в этом плане вот такой смысл, как бы в понятии права. Мы часто детям говорим и будем говорить, что у них есть права, и они должны ими пользоваться. И дети умеют это делать, дети это понимают. Но, к сожалению, я думаю, что есть смысл детям говорить еще и о двух других принципах. О принципе ответственности. Ну, это уже начинается, скажем, правовое воспитание. Естественно. Оно как раз, вот одно с другим должно быть взаимосвязано. Он должен понимать, что, имея право, он еще и несет ответственность за то, что ему дано это право, и он им должен правильно воспользоваться. Ну, а с какого возраста, по-вашему, нужно заниматься, начинать правовое воспитание? Правовое воспитание, во всяком случае, начинается с дошкольного возраста. И дошкольные учреждения этому уделяют очень много внимания. Мы правоводим, мы проводим постоянные встречи в дошкольных учреждениях и с сотрудниками, я имею в виду коллектива полностью, с родителями. Мы проводим векторины, именно согласно их возрастному цензу. Вы знаете, дети достаточно быстро осваивают этот материал и понимают ту ответственность, и понимают те требования, которые предъявляются к ним, и то, что они имеют право предъявить на право своего, скажем так сказать, существования. Ну, а какой еще помощь оказывает, вот так скажем, институт уполномоченных, да, по правам ребенка, ну и в данном случае в вашем лице и по правам человека в нашем районе, какой помощь оказывается, скажем, детям из неблагополучных семей? Есть такое направление? Есть. У нас есть социально-реабилитационный центр, замечательный в нашем Щелковском муниципальном районе. Мы сотрудничаем. Ну, центр «Семья». Да, конечно, центр «Семья». Мы сотрудничаем, проводим совместные мероприятия. В этом году мы уже их два там провели, вот, хотя уже год еще всего лишь прошел, как бы, по времени ничего. Только начался об этом. Да, я хочу сказать, что и совместно с мамами из этих семей, и с детьми из этих семей, я хочу сказать, что как раз этот центр имеет место быть, и он исполняет свои функции, я считаю, что сполна. Вот я приношу им туда правовую литературу, мы точно так же проводим правовые мероприятия, фильмы просматриваем, проводим викторины вместе с детьми, проводим конкурсы. И я считаю, что как раз этот слой населения детей в этом плане достаточно под хорошим вниманием. Должным образом охвачен, так сказать. Охвачен, это как бы немножечко грубовато сказано, что дети чувствуют, что они не без внимания, и родители понимают, что, в принципе, вот именно за их ответственностью идет, ну, скажем так, мягко контроль. Ну, я вот со своей стороны хочу тоже напомнить нашим зрителям об акции, которая тоже проходила в администрации нашего района. Мы тоже, можно сказать, вы посильную помощь оказывали. Я имею в виду сбор теплых вещей для детей из семей беженцев, наверное, так можно назвать, да, с юго-востока Украины. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет о том, как проходила эта акция, а потом мы поговорим о ней более подробно. Теперь и холода не страшны тем, кто совсем недавно жил в другой стране, но вынужден был покинуть свой дом из-за угрозы жизни и безопасности в связи с военными действиями. В Щелковском районе активно помогают. Причем не только морально, но и материально. В актовом зале районной администрации состоялось вручение теплых вещей детям из юго-востока Украины. Руководитель администрации Алексей Валов подчеркнул, что подобные мероприятия важны для всех, и для тех, кому дарят подарки, и для тех, кто их дарит. Акция проходит в нашем районе уже не в первый раз. Участие в сборе гуманитарной помощи вынужденным переселенцам принимают предприятия Щелковского района, социальные службы и благотворительные организации. Кроме тех теплых вещей, которые получили дети, они еще и получили тепло, вот сердец и душ организаций, которые помогли для того, чтобы закупить одежду детям. То тепло, которое вложили общественные организации, такие как Благотворительный фонд, такие как Красный крест, естественно, и в первую, наверное, очередь, администрации Щелковского муниципального района. Активный отклик акция получает от многих организаций нашего района, и подобные мероприятия носят особый гуманитарно-духовный характер. Сами детки подарком были несказанно рады. Для них накрыли сладкий стол и пожелали, чтобы добро, которое они видят сегодня, также продолжалось в их жизни. Сами ребята признались, здесь их принимают как родных, тепло и по-доброму. Ну вот, вы тоже стали героиней нашего репортажа. Не могли бы вы подробно рассказать об этой акции? Уже мы слышали, что не первый раз проводится, и, наверное, не только для детей, вот кто приехал из другой страны к нам, но и для наших тоже. Вот я хотела как раз и отметить, что и в данном мероприятии, и в том числе, дети получили как бы вот такие подарки, и приятные вот это вот событие, в нем приняли участие как раз дети из неблагополучных семей, и семей, которые вот в данный момент оказались в трудной ситуации. Я видела родителей, которые настолько благодарно вот это приняли и поняли, что это мероприятие действительно от чистой души, действительно, что и предприятия, и люди, которые принимали участие в этом мероприятии, они действительно это делали от чистой души и от большого своего теплого, доброго сердца. – Планируются еще такие акции? – Я думаю, что они будут планово, не планово, но они будут, и будут они системными, и будут они обязательными, потому что это изближает людей, это и говорит о том, что все-таки мы находимся в стране, где такие вещи, поддержки, взаимопонимания были, есть и будут. – Ну, давайте продолжим наш разговор о правовом воспитании. Вот мы так плавно перешли, да, от дошкольного возраста вы сказали, что и уже даже в детских дошкольных учреждениях проводятся некоторые мероприятия, именно связанные вот с правовым ликбезом, так скажем, да, ну а, скажем, более старший возраст школы. Ну, вообще понятно, наверное, воспитывать правосознание можно в любом возрасте, да, тем более, что и многие взрослые, совершенно летние, этого не знают. Ну, вот так ступенчато пойдем, да, вот в школах что делается для того, чтобы повысить правовую грамотность наших подростков, так скажем, молодых людей? – Точно так же, однозначно, в школах проводится правовое просвещение достаточно на высоком уровне, как внутри школ, так и наших совместных мероприятий. Это, в общем-то, просвещение об избирательном праве граждан обязательно то же самое, потому что у нас подрастает поколение, и на это право у них есть право, а чтобы они им воспользовались, ребенка нужно правильно научить, чтобы он понимал, какая степень ответственности стоит перед ним за то, что ему это право предоставлено, и как он правильно должен воспользоваться этим правом. Семейное право точно так же, как бы, объясняется детям, в чем оно заключается. Ну, и, естественно, проводятся конкурсы уполномоченного по правам человека. Это уже стало тоже традиционным. Это «Права человека глазами ребенка», где вот издается в конце, скажем, этого процесса вот такой вот красивый альбом, в котором размещены конкурсные работы школьников, и очень радостно, что в Нарковском районе все практически очень много школ принимают участие, и у нас есть победители. Вот в 2015 году это было две школы, это 13-я наша школа и гимназия. Что мне понравилось, вот в конкурсе учащейся гимназии Валерия Гелева, очень интересный сделала проект о праве ребенка, ребенка-пациента, вот использование этого права, настолько глубоко она описала, вот, именно как... Это школьница. Это школьница нашей гимназии. Вот она является победительницей в этом конкурсе. Я хочу сказать, вот, исходя даже из ее возрастного ценза, насколько это, ну, скажем, продумано, насколько это... Ребенок пропустил это через себя, чувствуя вот степень ответственности, и понимая, для чего она это делает, и почему нужно это право ребенку. Это похвально. Мы продолжим еще разговор о достижениях наших школьников, буквально после небольшого перерыва, а сейчас прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны прямого эфира нашей студии. 496, код города, 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы моей сегодняшней гости. В гостях у меня, напомню, представителю полномочного по правам человека в Московской области по Щелковскому муниципальному району и городу Фрязино, Вера Евтушенк. Вера Павловна, продолжаем наш разговор. Призываю наших зрителей все-таки еще раз звонить и говорить, как выполняются права человека у нас в районе. Но мы продолжим наш разговор. Вера Павловна, говорили мы перед перерывом о правовом воспитании подрастающего поколения. Тему дошкольного воспитания правового затронули и перешли уже к средней школе, так скажем, к подростковому возрасту, юношескому. Одно из самых, наверное, важных направлений, это как раз именно в этом возрасте, и понятно, что это, конечно, не всех коснется, но может коснуться, как говорится, не зарекаясь от двух известных факторов. Я имею в виду, конечно, воспитание именно, так скажем, уголовное воспитание, когда наступает уголовная ответственность, как раз в этом возрасте, когда в нежном возрасте, когда дети наши и уже подростки учатся в школе и так далее. Что делается в этом направлении с вашей стороны? Ну, точно так же мы проводим правовые уроки знаний именно школьников в этом направлении. И очень часто, к сожалению, ребята удивляются, когда им начинаешь говорить о том, что, там, молодой человек, вот вы получили паспорт, вам на сегодня сколько лет? 14. А вы знаете о том, что вы можете за свои проступки, если они несут уголовное ответственность, вы будете ее нести? И ребята удивляются этому. Как раз это вот и говорит о том, что правовое просвещение должно в полной мере давать ребятам возможность понимать степень своей ответственности, где они могут пользоваться не только правом своим, но и ответственностью. Поэтому я считаю, что над этим вопросом нам нужно работать системно, и ребята должны понимать о своих правах и о своей уголовной ответственности, вот начиная с определенного возраста. И уголовная ответственность – это достаточно серьезная ответственность, которая на всю жизнь останется тем уроком, который можно предотвратить, чтобы он не был у них осуществлен. Но насколько актуальны сейчас, вот скажем, такие понятия, которые, наверное, мы тоже с детского, юношеского возраста помним? Право на труд, право на отдых, право на жилье, право избирать, быть избранным. Сейчас это все у нас в стране тоже так же актуально? Этот вопрос на сегодня достаточно актуален. И я считаю, что избирательные права граждан ребята должны понимать уже достаточно, ну, именно с того возраста, который начинает давать им возможность воспользоваться этим правом. И я считаю, что вот как раз мы на апрель месяц спланировали круглый стол в нашей территориальной избирательной комиссии, чтобы дать ребятам понять о том, что это право им дано, и они обязаны им воспользоваться. Потому что идет смена поколений. И, естественно, наша ответственность за то, какой мы выберем, скажем, наш местный совет депутатов, который будет являться нашим представительным органом. И как он будет действовать, ребята должны понимать, что их право избрать достойных, умеющих, знающих, они обязаны это делать. Вот для этого мы хотим их собирать, обучать, рассказывать, что это дает, что за этим стоит, и как они должны в этом случае действовать, и как они должны понимать и воспользоваться этим правом. Ну, вот как раз на этом поприще у нас есть в районе определенные достижения, даже достаточно высокие. Я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет на эту тему, а потом мы его прокомментируем. Олимпиада для будущих избирателей стартовала в Московской области. Вот уже третий год тысячи школьников по всему Подмосковью соревнуются в знании избирательного права. Открытие Олимпиады состоялось в городе Королев. Чем больше людей будут хорошо, как минимум, разбираться в избирательном законодательстве, тем проще будет и избирательная комиссия, тем проще будет все важные власти работать при реализации выборов. Среди учащихся подмосковных школ такая проверка знаний о государственном устройстве России и основах избирательного процесса набирает популярность. В прошлом году участие в Олимпиаде приняли более 27 тысяч школьников, в их числе старшеклассники из Щелковского района. Ребята показали отличные результаты, одержали победу в областном финале и представили сборную команду Московской области на межрегиональной Олимпиаде. Они глубокие знания показали теоретические, то есть в индивидуальном зачете первое. Командный зачет. Они также получили большое количество валов, потому что это были остроумные программы, это были проблемы, которые они высветили, и блиц-вопросы, на которые они фактически ответили безошибочно. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас побольше было таких команд. Я думаю, что в этом году Олимпиада пройдет на еще более высоком уровне, потому что интерес участников замечается уже сейчас. Как председатель молодежно-избирательной комиссии Щелковского района ко мне уже обращаются ребята, которые хотят узнать, чем же отличается в этом году Олимпиада, как готовиться, по каким пособиям. В этом году областная Олимпиада продлится до 25 марта. Старшеклассникам предстоит ответить как на стандартные тестовые вопросы об избирательном праве, так и принять участие в интересном творческом конкурсе, который вполне актуален накануне выборов 2016 года. Его тема «Что бы я сделал, если бы стал депутатом Московской областной думы?» Ну вот такое достижение, наверное, без вашего участия тоже не обошлось. Такой успех. Ну я думаю, это успех все-таки педагогических коллективов нашего Щелковского муниципального района. Единственное, я еще хочу сказать, что во всех школьных и дошкольных учреждениях нашего района есть уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса. И если возникают какие-то вопросы непосредственно в этих учреждениях, вот мне бы хотелось, чтобы ни школьники, ни родители, ни педагогический коллектив не забывали об этом человеке, который в каждом дошкольном и школьном учреждении есть. Я с ними тоже поддерживаю отношения. Мы проводим совместно семинары, недалее как в этом месяце у нас будет в этом году в учебном второе уже мероприятие, где они получают достаточно большой объем материала для того, чтобы как бы вот права участников этого процесса не нарушались. Ну, давайте теперь еще немножко подзрослеем, уже перейдем, так скажем, в совершеннолетний возраст. Ну, и дальше, и дальше. Я имею в виду, что не секрет, конечно, что очень многие взрослые граждане тоже не очень знают законы и свои права, свои обязанности. Как мы говорим, да, нет прав без обязанностей. Что делается вот для их правового ликбеза? Ну, для правового ликбеза, естественно, люди приходят на приемы. Я стараюсь объяснить, помимо их обращения, еще и объяснить им, что есть и другие сферы, так скажем, возможностей использования своего права на то, чтобы оно имело место быть. Ну, есть маленькие такие вот рекомендации, которые я тоже во время приемов даю гражданам, чтобы они имели у себя дома, как набор, скажем, литературы, которая бы им помогла. Ну, некие памятки, наверное, да, своеобразные? Естественно, памятки, плюс еще у нас достаточно много правовой литературы, которая в течение года издается службой полномоченного, аппаратом уполномоченного по правам человека. И точно так же, помимо приемов, я их даю и в службы социальной защиты, в наши районные библиотеки, в учреждения, в общественные организации, для того, чтобы они тоже могли своим, скажем, членам их давать. И люди могли их читать и пользоваться правом, так сказать, на то, чтобы они имели возможность защитить себя, имея, вот, скажем, литературу. Давайте немножко о другой теме, вот о тех изменениях, которые произошли и с Нового года, и даже уже с середины января. Изменения в федеральном законодательстве, которые, так скажем, несколько влияют на права человека. Что именно произошло? Напомните, если можно. Немножко еще раз вопрос. Те изменения, нововведения, которые произошли в федеральном законодательстве, и которые могут повлиять на права человека. Такой интересный вопрос. Я хочу сказать вот о чем. Что то, что происходит на федеральном уровне в законодательстве, вопросы законодательства, я хочу сказать, что они формируются, исходя из проблем, которые возникают в регионах, и с которыми обращаются граждане как в службу уполномоченного, так и в службы исполнительной власти. Изменения произошли в законодательстве. Это вот введение, скажем, права граждан на оплату за капитальный ремонт, скажем, населению, собственникам жилья, населению, достигшему возраста 70 лет и 80. Допустим, в законодательство внесены новые поправки по, скажем, выделению земли многодетным семьям. Ну и много достаточно других поправок, которые дополняют те федеральные законы, которые есть. Ну вот конкретный пример, собственно, я еще хотел спросить, как раз вот с 15 января уже нынешнего года, естественно, такое ввели ограничение, не знаю уж как назвать, что, например, должников по кредитам, по другим каким-то вещам, в том числе из ЖКХ, должников, имеющих автомобили, будут, так сказать, ограничивать в праве управления транспортными средствами. Насколько это вот соответствует правам человека. Вы знаете, если человек, живя в государстве, где все-таки существуют права и обязанности, я с вами согласна, вы задали вопрос по поводу его права, а я хочу сакцентировать внимание по поводу его ответственности. Коль человек не исполняет ответственности своей, то я думаю, что здесь никто его не лишает права, он сам создает этот прецедент. Почему свои обязательства либо перед своей семьей, либо перед своим государством он не выполнил, рассчитывая на то, что у него есть право, скажем, определенное? Я не вижу, что его права, этого нарушителя, нарушены. Это мое лично сугубо право. И я думаю, что государство на этот шаг пошло все-таки в интересах большинства людей, чьи права вот эти граждане нарушают. Ну, тогда сейчас не вводим о материальном, давайте о моральном поговорим, о моральном нарушении прав человека. Так, наверное, очень часто мы сталкиваемся в быту при общении, так скажем, с должностными лицами, и очень часто они, ну, так скажем, может быть, и выполняют свои обязанности, но общаются с нами не очень вежливо, и это может быть даже слишком мягко сказано. Если человек, гражданин, столкнулся, ну, скажем, с хамством чиновника, что ему делать в этом случае? Права же нарушены его? Ну, я хочу сказать, что такое имеет место быть, к сожалению. И бездействие чиновников имеет место быть, и грубость имеет место быть. Я хочу сказать, что обращаются по этому поводу, и действительно факты выявляются, и люди несут за это наказание, за то, что все-таки он право обратившегося нарушен. И мне хотелось бы, что все-таки, когда человек идет на работу в исполнительную власть, он должен прекрасно понимать и нести ответственность за то, что никто властью ему не дал право нарушать права других. И мне бы хотелось и призвать этих людей, и сказать им, что в любом случае права граждан, в отношении которых были произведены эти действия, будут восстановлены, а люди, которые нарушили их права, будут наказаны. Вера Павловна, вы не могли бы припомнить, так скажем, наиболее интересные, может быть, наиболее сложные случаи восстановления прав человека в нашем районе? Ну, за последнее время, может быть, за последние годы. Ведь известно, что такие дела, наверное, тянутся достаточно долгое время. Ну, могу привести вот такой пример в нарушении прав ребенка, в первую очередь, скажем так, ребенка-инвалида. Семья несколько лет тому назад потерпела, скажем, такое бедствие, как пожар. Им было предоставлено жилье на время для того, чтобы они переждали и получили квартиру в связи с данной ситуацией. Пришлось им ждать долго. Ну, временное жилье они, да? Конечно, временное. Конечно, временное. И я хочу сказать, что было решение суда, где были конкретно, в общем-то, установлены строки выдачи им жилья для нормального проживания ребенка-инвалида. Но служба судебных приставов, к сожалению, исполнение решения суда не приводило в исполнение. И практически несколько месяцев пришлось мне, скажем, провести работу достаточно кропотливо, серьезную, с тем, чтобы все-таки осуществить право этой семьи на нормальное проживание в нормальной квартире. Действительно, эта семья получила трехкомнатную квартиру. Даже местные органы, отдел именно вот по распределению жилья, предоставили возможность этой семьи выбрать этажность, потому что ребенок ограничен в своем движении. Несмотря на это, семья выбрала высокий этаж, потому что им понравилась там больше площадь, вид, скажем, на улицу. Но сегодня они проживают в нашем микро- районе Заречном. Я была у них в гостях. И очень рада за эту семью, что действительно вот право на то, что они имели, они получили. И хочу сказать, что ребенок, вот получив жизненное пространство в этой квартире, вот видно, что оно его настолько радует и устраивает. Я считаю, что вот мне это приятно. А ребенок большой уже? Ребенок сейчас уже второй класс посещает. А история вся эта тянулась? А история эта тянулась где-то порядка года 4-5, к сожалению. Но тем не менее справедливость восторжествовала. Восторжествовала, естественно. Ну а какой-то, может быть, еще, знаете, такой необычный случай, вот может быть, что нечасто встречается, но тем не менее удалось с этим справиться. Восстановить справедливость, как мы говорим. Ну вы знаете, жительница Монина обратилась ко мне, вот с такой проблемой, действительно, там были полностью нарушены ее права. И на протяжении где-то 6 лет она судилась со своими родственниками, так как вот двое ее родственников не позволяли ей возможности вступить в право наследства и пользоваться частью дома, частью земельного участка, так сказать, на законных основаниях. И тем не менее, вот, несмотря ни на что, она не могла этого сделать. Я считаю, что я очень признательна адвокату, с коллегией адвокатов, которая помогла мне, как представителю, именно со стороны адвокатской поддержки этой жительницы, все-таки восстановить свое право. И на сегодня решение суда вынесено в ее пользу. Теперь она сможет пользоваться и той землей, которая ей принадлежит по праву, и той частью дома, которую она унаследовала. Вера Павловна, наша программа подходит к концу. Если можно, еще раз напомните нашим зрителям о том, как к вам обратиться, как вас найти, и когда это можно сделать. Кабинет, где происходит прием населения, находится в городе Щелково на улице Парковой, дом 12А, кабинет номер 2. Позвонить можно по телефону 8 496, это код района, 566 75 86. Звонить можно в любое время. Консультацию, еще раз повторяю, адвоката, бесплатную граждане нашего района могут получить два раза в месяц, первый и третий четверг, с 14 до 17 часов. Большое спасибо, Вера Павловна, хочется пожелать вам успехов в вашей нелегкой, но очень справедливой работе. Хотелось бы, чтобы как можно меньше нарушалось прав у наших граждан, и наши граждане больше имели возможности получать информации, как защитить свои права. Еще раз спасибо за ответ на вопрос, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была представитель, полномоченного по правам человека в Московской области по Щелковскому муниципальному району и городу Фрязино Вера Евтушенко. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok